Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр. И сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Shadows of Kurgansk. И вероятно, кто-то из вас уже с этой игрой знаком, потому что в доступе она появилась довольно-таки давно, хоть и находится сейчас на стадии разработки. Но увидел я её и сейчас только, и она сразу меня заинтересовала. Мало того, что это песочница-выживалка, а я такие игры люблю, так к тому же это игра от русскоязычных разработчиков, а я стараюсь всегда их поддерживать. И что ещё круто, разработчики явно вдохновлялись сталкером. И чтобы это понять, не нужно иметь семь пядей во лбу. Тень Чернобыля, тень Курганска, да, всё сходится. И, конечно же, если это видео наберёт много лайков, то я продолжу проходить эту игру. Я так всегда и делаю, прохожу игры те, на которых больше всего лайков, которые больше всего вам нравятся. Это логика, которая остаётся логикой. Хотя, наверное, я это повторял уже тысячу раз, и вы и так это всё знаете. Ладно, давайте, собственно, начинать. Я немного потыкался в обучении, и поэтому можно приступать к нормальному прохождению. Выбираем пустынный берег. Поехали, текущий день один. Да, я пропускаю обучение, потому что обучение здесь довольно-таки напряжное. Наша группа пошла в тайгу. Ничто не предвещало беды. Мы умудрились заблудиться, мы сто раз ходили, но в этот раз всё было иначе. Я думал, это постапокалипсис? Что это там такое? Аномалия приблизилась и раздался страшной силой взрыв. И потерял сознание. Очнулся в непонятном месте, и главное, один из всей группы. А, видимо, апокалипсис произошёл только сейчас, и мне нужно выживать в самом начале апокалипсиса. Ха, круто достаточно. Прикольно. Куда это меня занесло? Не очень похоже, что тут люди живут. Меня терзают сомнения. Что-то тут подозрительно спокойно. И главное, я ранен, устал и хочу есть. В общем, ребята, сейчас моя, наверное, основная задача, это, в общем-то, найти какую-нибудь еду и немного восстановить своё здоровье. Хотя, все мои индикаторы показывают 100%, не знаю. Осмотреть тело. Что это впереди? Мертвец. Давайте посмотрим. Да почему ты постоянно всплываешь? Ты меня напрягаешь. Да, 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 да. Нужно сейчас добраться до вышки, я понял. Так, я нашёл гаечный ключ, но это, конечно, всё круто. Гаечным ключом можно проломить чей-нибудь череп, но было бы неплохо найти какую-нибудь еду всё-таки, если вдруг на меня монстры сейчас попрут. А монстры могут напасть в любой момент, мне почему-то кажется. Давайте посмотрим, что я могу для начала скрафтить. Топор, кирка, дубинка, факел, малый факел, граната, коктейль молотова, топлива. Вау, сколько здесь всего, нифига себе, какая игра разнообразная. Отлично, много крафтов. И причём крафты бывают разнообразные. Чёрт возьми, их здесь будет очень много. Очень-очень много разных классных крафтов. И даже оружие придётся создавать потихоньку. Больше не показывать подсказку. Всё, достаточно, я понял. Игра. Блин, класс, класс, класс. Очень-очень проработанная песочница, по всей видимости. Такс, ну и нужно добраться сейчас до вышки, если я ничего не путаю. Такс, где мои задания? Да, добраться до вышки. И вышку эту самую я вижу. Вон она сверху и подсвечена маячком. Такс, ну мне почему-то страшно здесь передвигаться. Ворогов хоть и нет, нет ничего, но всё равно боюсь. Так, камень, хорошо. Зачем мне нужен камень, я не знаю. Может, этот камень как-то можно швырнуть. Давайте попробуем. Такс, инвентарь, пояс. Угу. На пояс камень повесить не получается. Следовательно, и швырнуть его тоже будет нельзя. Эй! Воу! Тише, 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 лебеда. Лебеду собрать я не могу. Что это за тварь сверху? Это призрак. И моего чувака не смущает, что там наверху находится призрак. Его команды нигде нет, произошла какая-то аномалия. И он идёт к призраку. Да, ему не страшно, он не боится. У тебя стальные яйца. Неужели это призрак? Не пойму. Он что, знаки какие-то подаёт? Я где-то читал, что встретить такого призрака к удаче. Можно найти сокровище. Что? Найти призрака это к удаче? Обычно это заканчивается в фильмах и вообще везде. Смертью главного героя. Но нет, здесь это к удаче. Блин, пойду на улицу искать призраков. Почему нет? Может и мне повезёт. То-то я смотрю, у меня какая-то чёрная полоса в жизни. И пора бы найти парочку призраков. Так, птичка съедобная. Пожалуй, нужно подстрелить. О какой птичке ты говоришь? Я вижу только зомбяка. Эм, ну если ты зомби называешь птичкой, то у тебя явно какие-то проблемы. И когда мы закончим это приключение, тебе нужно будет сходить к психотерапевту. Так, это же... Это зомби, всё правильно. А ну-ка. Ну-ка, 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 что такое? Какой-то совсем уж печальный зомби. Но я нашёл шапку. Было бы классно, если я мог на себя посмотреть. У меня есть куртка. А, шапка у меня уже есть. И они ничем не отличаются. Эх, печаль. А это что такое? А, шапку можно ещё и сделать. Но нам пока это не нужно. Гвоздь. Посмотрим, что с гвоздём. Используется в производстве. Можно найти. С помощью гвоздя я смогу сделать наковальню, топор и всё такое. Но пока у меня ничего этого нет. Только гаечный ключ. Ладно, хорошо. Просто буду двигаться вперёд. Надеюсь, больше зомби я не встречу, потому что восстановить здоровье я не смогу никак. И я заметил, что у меня потихоньку-потихоньку уменьшаются показатели голода. И мне было бы неплохо что-нибудь сожрать. Например, вот эту крысу. Так, заберём мясо. И яблоки. Буду собирать пока все ресурсы. Я не знаю, что из этого мне понадобится. Поэтому пренебрегать чем бы то ни было смысла нет. Привет, дружище! Оу! 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 Охренеть! Я думал, я смогу тебя более ловко развалить. А ты, оказывается, довольно больно бьёшь. Ну и зомби падают гвозди. Вы на гвоздях, что ли, держитесь, твари? Это как минимум странно, ладно. Это очень-очень-очень странно. Хорошо, двигаемся просто дальше. Хотя нет, сначала я всё-таки перекушу. Эм, ну да, яблоки восстанавливают не так уж и много голода, но зато восстанавливают неплохо здоровье. Съел все яблоки, крысу пока есть я не буду. Вероятнее всего, она чем-нибудь отравлена, и было бы неплохо изначально её как-то пожарить, я не знаю, приготовить. И да. Такс, я вижу два зомби, но что-то к ним идти не хочу. Нужна отмычка, хорошо. Где найти отмычку? Возможно, в одном из зомбарей отмычка лежит. В этих ящиках что-нибудь есть? Нет, ничего. Мне бы найти какой-нибудь огнестрел. Вот это было бы действительно классно. Тогда бы я на подступах к себе смогу простреливать лицо тварям этим. Оба-на, корабль ещё какой-то. А я могу плавать, интересно? Если могу плавать, я поплыву к этому кораблю. Вероятно, там будут какие-нибудь ценные очень ресурсы. Но что-то мне подсказывает, что игра не позволит плавать. Да, плавать нельзя. Купаться здесь не рекомендуется, говорит игра. Хотя рыбка там и водится. Ну ладно, раз говорит игра, я буду слушать игру. Игра умная. Игра... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Как же ты резко, тварь, появился! Игра херни не посоветует. Чёрт побери. Хм. Гильзы. Вероятно, из гильз потом можно будет делать боеприпасы. Хорошо. Такс. Всё-таки отмычки здесь я никакой не нашёл. Этот дом вообще пустует. Придётся столкнуться с этими зомбарями. Хотя это призрак. Стоп, это... Это статуя? Эм. Что здесь вообще происходит? Интересно, что это была за аномалия? Класс, игра меня уже интригует. Мне уже интересно узнать, что будет дальше. Уже не зря сел играть. А-а-а! Слышу крики. Какая-то женщина кричит. Блин. Игра наводит на меня ужас. По-моему, крики откуда-то отсюда доносились. Либо мой слуховой аппарат просто-напросто сошёл с ума. Такс. Никого не вижу. Что странно, в этой игре нельзя прыгать. То есть, ну, вообще нельзя прыгать. А-а-а! Вот так камень кидается на правую кнопку мыши? Окей. Так вот, в игре нельзя прыгать. Я не знаю, с чем связано это. Возможно, геймдизайнеры просто поленились, чтобы создать... Хорошие уровни, где нельзя было бы халтурить с помощью прыжков. Поэтому они просто решили прыжки отменить. Мол, сами разберётесь. Так, бочка. Полно мазута. Хорошо, может пригодиться. Но я не знаю, как эту бочку открыть. Может, как-то пробить её можно? Нет, пока не получается. Так, задание. Нужно всё-таки добраться до радиовышки. Здесь всё закрыто. И в любой момент может выскочить какая-нибудь тварь и опять меня напугать. И здесь огромных размеров летают стригозы. Как самолёты практически. Чё они такие большие? Непонятно. Так, зомбарей вроде бы нигде нет. Одни статуи. Возможно, из-за... Хорошо, посмотрим, что тут. Нужно включить радиовагончики. Возможно, из-за катаклизма все превратились просто в камень. Так теперь влияет на людей радиация. Так, внутри должна быть водка. Следовательно. Так как... Нет. Лучше использовать топор. В общем, чтобы открывать двери, можно будет сделать топор и проламывать их. Но пока топора у меня нет. Пока я выполняю просто-напросто задание. Доберёмся до радиовышки. Да тут этой дряни полно. Притягивает их что-то. Может, может, кто-то остался живой. Какой дряни? Радист, привет! Короче, этот старик сказал, что он не хочет меня впускать, потому что вокруг твари. Но потом сказал, что все твари уничтожены, поэтому он всё равно не хочет меня впускать. И пускай, типа, живи в доме напротив. Но для этого нужно найти ключ. Хорошо, хорошо, хорошо. Ключи спрятаны у компрессора. Компрессора я пока нигде не вижу, поэтому ладно. Пойдём пробежимся. Но здесь есть зато зомби. Зомби, 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 зомби. Давайте сразимся с зомби. Беги сюда, мужичок. А! Это вороны были. Блин, вороны так страшно взлетают, как будто бы армия зомби прибежала. Хорошо. Эй, да хватит! Тут ещё какие-то характеристики есть, типа морали. Блин, ребята заморочились. Давно не выходило таких проработанных песочниц. Меня прямо это радует. Кайфую, кайфую от игры. Такс. Что-то мне нужно было. Компрессор, компрессор. Как здесь в игре будет выглядеть компрессор, вопрос. На карте, а он на карте изображён. Стой, это есть компрессор? Эм, он точно так же выглядел и... Ладно, окей. Генератор выглядел так же, как и компрессор. Хорошо. Дорогой мой сын, видимо мы не дождёмся твоего возвращения, так как решили немедленно убираться отсюда. Проклятое место. Проклятое. Люди без таблеток не могут прожить и пары дней. По ночам участились нападения непонятных тварей. Жители построили баррикады, патрулируют. Но мы не верим в успех. Попытаемся выбраться отсюда. Надеюсь, ты вернёшься с геологами. Может быть, я как раз таки и есть член бригады геологов. Зайти в дом. Блин, слишком много этих всплывающих подсказок. И, честно сказать, они меня безумно напрягают. Они так резко всплывают. И что с моим гаечным ключом? Неужто он сломался? Гаечный ключ? Гаечный ключ? Да, гаечному ключу пришёл конец, капут. Давайте попробуем что-нибудь скрафтить. Например, я не знаю, топор. Но для топора нужна верёвка и нужен кремень. Которого у меня, к сожалению, нет. Поэтому придётся отбиваться пока от монстров палкой. Окей. А где находится дом? Вот здесь. В общем-то, теперь это и будет моим жилищем. Здесь я могу обосноваться и... Всё всплывается. И, по всей видимости, это какие-то верстаки. Да-да-да, нужно навестить его. Но пока я посмотрю, что здесь есть. Пистолет! Вау! Вау-вау-вау! Теперь у меня есть пушка. Теперь всё не так плохо. Теперь всё будет хорошо. Жизнь налаживается. Так, это что? Лабораторный стол. Нет доступных рецептов. Плита. Тоже пока, в принципе, ничего особо такого, кроме еды, сделать не могу. Верстак. Могу сделать стрелы. Тоже не нужны. В принципе, очень даже, смотрите-ка, хорошее место. Не придётся делать все эти моменты основные. Верстак, лабораторный стол и прочее. Можно воспользоваться этим. Хотя, если я захочу куда-то отправиться, то наверняка придётся всё-таки крафтить. Хотя, может быть, можно будет и эти вещи перенести с собой в кармане. Несмотря на то, что они большие и... Ладно, плевать. Разберёмся со временем. Со временем разберёмся. Так, вывеска подсвеченная. Что там написано? Интересно, какие объявления? В настоящий момент доступных контрактов нет. Видимо, здесь есть ещё и другие жители, они дают какие-то контракты, нужно выполнять задания. Блин, классно, возможностей-то немало. И почему, чувак, ты выбрал самый такой неподходящий дом для себя? Возможно, потому что там радиорубка. Это опять ты, не даёшь мне покоя, обжился на новом месте. Я тебе вот что скажу. Ты днём-то особо не шляйся тут, небезопасно. Ась, чего говоришь? Нет, мертвяки-то, понятно, могут напасть. Но днём ещё зараза сильная, мне учёный объяснял, пока не помер. Хм, водички попил и помер сердечные. В общем, он говорил, что тут очень опасный вирус. И что нужно всем таблетки специальные жрать? Хорошо. Нужно найти теперь, по всей видимости, какие-то таблетки. Да хватит, ааа! Таблетки это военные раздавали всем, горстями просто. Я думаю, если поискать, то можно найти их и сейчас. В магазине через дорогу у них пункт раздачи был. Загляни туда, пошарь там по шкафам, точно найдёшь там, что думают. Фааа! Вот только я не помню совсем, как правильно таблетки эти принимать. Память плохая у меня, но ты сам разберёшься, да? Да, разберусь. Много болтовни, много этих табличек. Единственное, что в игре меня пока накаляет. Я не знаю, почему. Вроде бы в этих табличках нет ничего, но каждый раз, когда она всплывает, я почему-то как будто меня передёргивает. Я не знаю. Тяжко. Так, сейчас нужно найти таблетки, но... Вау, какая-то аномалия летающая огненная. Пошлите посмотрим. Пошлите посмотрим. Но непонятно, как эти таблетки принимать. Хотя, я не думаю, что нужно быть гением для того, чтобы принять таблетку. Хотя, может быть, он говорит о дозировках, о количестве, о времени приёма и так далее. Да, это какой-то огонь. Это какая-то огненная аномалия, двигающаяся. Жёстко, но с ней связываться я не буду. В общем, ребята, пока, наверное, на этом всё. Если вам понравилась игра и вы захотите увидеть продолжение, ставьте обязательно лайки, и мы снимем продолжение. А если же нет, не ставьте. Это ваше право. И всё зависит только от вас. Ну, а с вами был Перпетум, или же Александр. Большое спасибо за внимание, друзья, за просмотр, за то, что вы были со мной. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока. И всем счастья. Будьте счастливы. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!